Всем привет! В этом видео я покажу, как стать участником программы предварительной оценки операционной системы Windows 10. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Вы узнаете, как быстро зарегистрировать учетную запись Microsoft в программе предварительной оценки Windows 10. Как получать новые сборки операционной системы, как их устанавливать и тестировать, а еще как отправлять отчеты и отзывы о тех или иных нововведениях. Благодаря таким отзывам разработчики могут оценить необходимость их введения, удобство использования новых функций и улучшение в операционной системе. Вначале вступить в эту программу было довольно сложной и невыполнимой задачей для рядового пользователя Windows. Позже, после официального релиза Windows 10, компания Microsoft решила предоставить данную возможность всем желающим для большего охвата отзывов о будущих изменениях в операционной системе. Что такое Windows Insider Program? Программа предварительной оценки была специально разработана и внедрена в Windows 10, чтобы многочисленные разработчики приложений и стандартного ПО были осведомлены о будущих изменениях в системе, о новых функциях и разного рода улучшениях в существующих функциях и библиотеках. Главной ее идеей является обеспечение обратной связи между разработчиками стороннего ПО и командой Microsoft. Данная программа будет полезна для программистов, обычных пользователей и для самой операционной системы. Она включает в себя три уровня. Так называемые круги доступа, круг раннего доступа, позднего и круг релиз-превью, связанные не напрямую с периодичностью предоставления вам специальных предварительных сборок, операционной системы, а также определяются дополнительные параметры стабильности работы этих сборок. У каждого круга свой показатель количества аудиторий. На круге раннего доступа – самая маленькая аудитория. А соответственно на круге релиз-превью аудитория равняется всем подписчикам этой программы. Каждая новая предварительная сборка сначала проходит все необходимые автоматические тестирования, наработоспособность в лаборатории Microsoft. В ней могут содержаться новые SDK-приложения, обновленные DLL-библиотеки, дополнительные функции, разного рода улучшения системы. Если тесты в лаборатории прошли удачно, то данная сборка сразу же становится доступна для раннего круга доступа. Далее она проходит тестирование уже у этих участников, получает отзывы и правки. И если все нормально, то становится доступна пользователям для позднего круга доступа. Опять собираются отзывы, правки, пожелания и опыт работы пользователей с данной сборкой. Если все в порядке, то она становится доступна для круга релиз-превью. Так продолжается до выхода официального обновления операционной системы. Круг раннего доступа. Его преимуществом является скорость получения новых сборок. Участники данного круга могут скачивать их раньше всех остальных. То есть они первое смогут увидеть и протестировать новое приложение. Оценить изменения интерфейса операционной системы. Рассмотреть появившиеся функции. Оставить отзывы и так далее. Но в то же время, таким пользователям нужно быть готовыми столкнуться с самыми разнообразными проблемами. Предварительные сборки могут быть полны багов, недочетов, а также критических для работы системы ошибок. Скачав такую сборку, ваша система может работать некорректно. И перестать запускаться вообще. Так что пользователям раннего круга доступа нужно быть готовыми к этому. В таких случаях желательно попытаться откатить систему или выполнить автоматическое восстановление Windows. И соответственно сообщить об этой проблеме в своем отзыве. Если не получится, то операционную систему придется перестановить заново. Круг позднего доступа. Преимуществом этого круга является значительное повышение стабильности работы предварительных сборов при достаточно раннем доступе к ним. За время, пока сборки тестировались в раннем доступе, разработчики Microsoft успели собрать достаточное количество отзывов и проанализировать их. Следовательно, большинство критических ошибок были пофиксены и убраны все самые заметные баги. Таким образом, эти сборки являются более безопасными для работы операционной системы. Но в то же время, риск переустановки системы все же есть, хоть и небольшой. Круг релиз превью. Преимуществом данного круга является получение абсолютно работоспособных сборок. То есть вы получаете все самые последние обновления системы. Полностью работоспособные SDK приложения и драйвера. До официального всеобщего обновления Windows 10. Как правило, предварительность сборки этого круга будут доступны за несколько дней до официального релиза. Переходить из одного круга в другой очень просто. Данный пункт вы найдете в настройках. На странице параметры. Обновление. Программа предварительной оценки Windows. Итак, давайте приступим к регистрации участника этой программы. А в завершении я покажу, как при необходимости из нее выйти. Первое, что потребуется, это учетная запись Microsoft. Подают любая учетная запись, которую вы регистрировали на любых сервисах Microsoft. Такие как почта Outlook, Skype, OneDrive, Xbox Live, поисковых систем Bing и MSN. Если у вас до сих пор нет такой учетной записи, то зарегистрируйте ее. Для этого перейдите на сайт Microsoft. Ссылка будет в описании. Здесь кликните «Войти в учетную запись Microsoft». На странице входа нажмите на ссылку «Создать ее». После чего введите свой адрес электронной почты или номер телефона. Вводим пароль и жмем «Далее». После чего на указанную почту будет выслано письмо с кодом подтверждения. Введите его и нажмите «Далее». Заполняем все необходимые поля. Тут есть небольшая особенность. Желательно вводить фамилию и имя на английском языке. В противном случае система может не позволить скачивать официальные инсайдерские сборки с сайта Microsoft. Такие случаи уже известны. Так что стоит перестраховаться. Если у вас уже есть учетная запись, то в любой момент можно поменять имя и фамилию там. После того, как вы установите первую инсайдерскую сборку на свой компьютер, то уже не сможете вернуть систему к начальному состоянию. Чтобы сбросить все обновления, придется переустанавливать операционную систему с нуля. После подключения к данной программе, будьте готовы, что обновления будут приходить еще чаще. Возможно даже ежедневно. Теперь подключим нашу учетную запись Microsoft к операционной системе Windows. Для этого откройте меню «Пуск», «Параметры», «Учетные записи». На вкладке «Ваши данные» нажмите на ссылку «Войти вместо этого» с учетной записью Microsoft. Далее вводим свой логин и пароль и нажимаем «Вход». Если понадобится, создайте специальный пин-код для быстрого входа в Windows 10. После проверки, ваша учетная запись будет подключена к операционной системе. И следовательно, при перезагрузке, вам необходимо будет входить в систему именно под вашей учетной записью, а не под локальным пользователем. Теперь подключимся к инсайдерской программе. Для этого перейдите в «Пуск», «Параметры», «Обновление безопасности». Далее переходим на вкладку «Программы предварительной оценки Windows». И кликаем на кнопку «Началь». После чего загрузится диалог для связи вашей учетной записи Microsoft с программой. Выберите вашу учетную запись и нажмите «Продолжить». На следующем шаге мастера нужно выбрать, какой контент вы желаете получать. Активная разработка для Windows. То есть вы будете регулярно получать инсайдерские сборки в зависимости от выбранного вам и круга. Только исправление приложения и драйвера. Аналог круга или с превью. То есть вы будете получать инсайдерские сборки операционной системы, как только новая версия будет считаться завершенной. Выберите тот, который вам больше всего подходит и подтвердите это. На следующем шаге. Как часто вы хотите получать предварительные сборки? Выбираем ранний доступ или поздний. Поздний доступ. Инсайдерские сборки с последними функциями, приложениями и изменениями операционной системы, а также с минимальными рисками появления ошибок и значительных проблем. Ранний доступ. Инсайдерские сборки с последними функциями, приложениями, изменениями операционной системы, но не проверенные до вас. То есть установив их, вы вероятно столкнетесь с ошибками, сбоями в работе новых функций и другими проблемами, вплоть до отказа Windows. Далее нужно прочитать и подтвердить соглашение о конфиденциальности для участников программы. Теперь нужно лишь перезагрузить Windows. После того, как все эти шаги выполнены, ваш компьютер будет зарегистрирован в инсайдерской программе Windows 10. И в течение 24 часов вы начнете получать предварительные сборки операционной системы, в зависимости от выбранных вами параметров. После присоединения к программе, сборки будут загружаться и устанавливаться автоматически. Чтобы загрузить их принудительно, откройте параметры, обновление и безопасность, центр обновления Windows. Если вы больше не хотите участвовать в программе предварительного просмотра Windows, то вы можете выйти из нее. Для этого откройте параметры, обновление и безопасность, перейдите на вкладку программа предварительной оценки Windows. И нажмите на кнопку прекратить получение сборок инсайдер превью. Далее прокрутите страницу вниз и выберите один из вариантов. Полностью прекратить получение сборок для участников предварительной оценки. В результате вы перестанете получать сборки. А также желательно перейти в настройки и активировать восстановление, чтобы вы могли автоматически откатить операционную систему. После этого вы больше не сможете тестировать новые функции операционной системы на стадии их разработки. Но ваш компьютер восстановится к последней стабильной версии Windows. После выхода из программы предварительной оценки Windows 10, я крайне рекомендую переустановить операционную систему с нуля. Так как все равно возможны некоторые сбои в работе. А на этом все. Надеюсь вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.